ну вот наше ризотто получилось такое вот с кремчиком очень очень хорошей консистенции здравствуйте мои дорогие друзья с вами наталья не делала видео несколько дней была занята делала рождественские подарочки и украшения для моих внуков Украину уже передала покажу вам коротенькое видео что я там такого красивого наделала такую корзиночку я сделала деткам итак сегодня хочу приготовить вместе с вами ризотто а ла карбонара есть знаменитые спагетти а ла карбонара но сегодня мы приготовим ризотто а ла карбонара я уверена этот рецепт вам очень понравится и вы будете готовить его часто так что поехали знакомлю вас с ингредиентами итак наши ингредиенты дорогие мои друзья маленький кусочек лука для нашего овощного бульона который нам понадобится для нашего ризотто теперь и сельдерей у меня сельдерей листовой вы можете использовать клубневой чеснок 1 морковь лимон и грамм 100 щековины это такое мя это такое сало из щеки свиной и так как я буду готовить для двух человек то у меня здесь желточки двух яиц натертый пармезан и конечно же рис главное участок сник нашего ризотто и так начинаем готовить водичка у нас кипит и мы отправляем всю для нашего бульона овощного который нам понадобится сельдерей морковь и лук оставляем его кипеть нарезаем нашу щековину на такие среднего размера кусочки брусочками такими продолговатыми сделаем щековина наша хорошо подрумянилась и уже появился хороший цвет она уже достаточно выжарилась и сейчас мы сделаем одну вещь мы забираем ее отсюда и перекладываем ее на тарелочку так как мы готовим на две персоны я ложу как правило три ложечки на одну персону сейчас мы несколько минут должны поджарить наш рис тогда он сохранит весь свой крахмал внутри и он у нас конечно же тогда не растает останется целый наш прошло несколько минут рис нас поджарился видите он даже изменили бульон наш кипит и мы готовы добавлять в рис бульон сразу идем большими шагами добавляем бульона и и оставляем его накрываем сейчас его крышечкой и оставляем его кипеть минут пять смотрим на наш рис уже выпил всю воду это значит что мы снова должны добавить бульон наш овощной добавляем еще три поломничка каких-то небольших даем ему распуститься можно еще один добавить потому что рис еще наш конечно же далек от готовности и снова накрываем крышечкой накрываем крышкой и тем временем я должна приготовить заправку для риса значит мы берем наши два желтка добавляем сюда 4 ложечки натертого сыра вы можете взять адыгейский любой сыр который вам нравится российский любой сыр который вам нравится добавили натертый сыр все это перемешиваем мы будем ждать последнего момента когда ризотто наше будет уже готово добавляем снова бульон и сейчас уже выкладываем щековину это щековина сейчас отдаст еще из себя вкус хорошо заправить наш рис обогатит весь букет вкуса который тут есть рис начинает менять цвет это сигнал к тому что рис уже наполовину готов оставим его еще под крышечкой на несколько минут и снова потом добавим бульон прошло несколько минут минут пять прошло и мы проверяем наш рис вот хорошо в нем еще есть бульон нам надо бульона еще добавить чтобы ризотто было вкусным чтобы ризотто было достаточно эластичным с этой замечательной креминой мы должны добавить еще бульон и что еще я делаю в наше яичко я добавляю совсем-совсем в наше яичко я добавляю совсем-совсем немножко бульона так чтобы оно не свернулось потихонечку но нам надо его сделать более жидким и нам поможет в этом наш бульон добавила немножко бульона и сделала более жидким наше яичко желточек стал более жидким добавим еще пару капель бульона и вот так вот его сделаем жидким чтобы нам было удобно это будет как наша заправочка окончательная заправка нашего ризотто а лакарбоно вот на заключительном этапе рис уже готов сейчас мы заправим желтками хорошенько все размешаем вот ризотто должно быть вот таким вот когда мы его накладываем на тарелочку оно должно расплываться если ризотто мы накладываем на тарелку и оно знаете как держится горкой как говорится держится кучкой это конечно ризотто будем так говорить немножко густое вот ризотто должно расплываться вот так вот как это вот оно сейчас все ризотто мое готово ризотто наше готово последний штрих добавляем лимонный сок одну буквально капуличку вина буквально-буквально капельку все перемешиваем делаем эту замечательную кремину и наше ризотто а лакарбоно очень кремозо я довольна результатом пока-пока ваша Наталья